Почему они горят как в спичке? Ну, на самом деле они горят, потому что земля у нас золотая. Большая проблема, и пока мы ее, к сожалению, не можем решить, находится в судебной плоскости. Суды отказывают нам в праве на иск, поскольку мы не можем доказать соответствующим законодательствам, что мы вправе защищать интересы неопределенного круга лиц. То есть, условно говоря, если разрушается памятник, и мы подаем иск в суд, либо на действие собственника, либо на бездействие органа охраны памятников, там разные могут быть варианты, суды часто занимают позицию, что вы не имеете права обращаться в суд, не затронуты конкретно ваши интересы. Вы не владеете этим домом, он не находится у вас в аренде, или еще что-то, или как-то. Вот обоснуйте. А то, что мы по уставу 55 лет объединяем граждан в защиту и сохранение культуры наследия, и в этом смысле выражаем интересы обществу, вот суды не воспринимают, поскольку у нас в законе нет такой специальной нормы. Правда, снесенных домиков с резными наличниками уже никто не вернет. А это подмосковный Звенигород. Дом купца Пискарева для этой рыночной площади в свое время был городообразующим. В годы войны здесь пекли хлеб и носили, в прямом смысле этого слова носили, бойцам на фронт, ведь он проходил в считанных километрах. Несколько лет назад помощник тогдашнего Звенигородского градоначальника дом приватизировал, и здание начало умирать. Несколько раз горело. После пожаров рабочие его разбирали по кирпичику. Между тем, собственник в свое время подписал охранное обязательство. С 2012 года слышим о том, что якобы он собирается реставрировать этот объект. Вот объект доведен до руинированного состояния. Реставрация потребует огромных средств. Но, тем не менее, собственник ничего до сих пор не сделал. Ждем очередного пожара. Савино-Сторожевский монастырь и Успенский собор живут и действуют в Звенигороде с конца XIV века. Они пережили монголо-татарское нашествие, Отечественную войну 1812 года и Великую Отечественную. Они уцелели в годы богоборчества. Устоят и сейчас. За сохранностью храмов здесь следит церковь. А вот пейзаж, который на протяжении шести веков был знаком веры и надежды для многих наших предков, может исказиться до неузнаваемости. Парк, откуда открывается самый светлый вид на город, рискует пойти под застройку. Кстати, парк этот сажал весь город и старым лад. Это было не так давно по историческим меркам, всего полстолетия назад. Еще живы многие из тех, кто своими руками здесь сажал березы и клюны. Березовую аллею из плана застройки исключили. Парк нет. Основная часть парка юбилейной до сих пор находится в собственности кипрского офшора, принадлежащего господину Шагалову. Там до сих пор так и стоит жилищное строительство. И угроза того, что там будет просто вырублен вот этот парк, который сажал весь город, она продолжает существовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова